Я тут увидел в тиктоке очень забавную девушку, вот просто реально забавную. Послушайте, пожалуйста, она рассуждает о русском языке, и я себя поймал на том, насколько же это верно. Всем привет! Меня зовут Янгэ. Сегодня я вам объясняю, почему для китайца или иностранца русский язык это очень сложно. Например, the boy, этот мальчик. На китайском языке или на английском языке он никогда не меняется, а на русском языке этот мальчик красивый. Я люблю этого мальчика. Я смотрю деревизор с этим мальчиком. Я подарила подарок этому мальчику. Какашка на этом мальчике. Это просто невыносимо. А как это учить? Как это нам учить? И когда вы говорите, что я плохо говорю по-русски, это очень обидно. Я так старалась учить этот язык так, что требует аплодисменты. Ну и, конечно, вот этот момент меня тоже ужасно рассмешил. Можно вам гордо объясняю, почему меня бесит иногда русский язык, а почему очень сложно для нас? Вы положили все перемены на столе. А почему ложка в вилку лежат, а стакан стоит? Почему? А почему остальные живота как бы стоят, а птица сидит на ветке? Ну у нее ноги не бывают другие позиции, она как бы стоит. Ну почему-то вы мне говорите, что они сидят. Птички, они стоят на ножками на ветке, они не садится на бобе. Реально всем спасибо, я пошла дальше плакать. Да, действительно, русский язык в этом плане не самый простой, не самый. Ну что делать? Зачем мы тебе вообще голову снесем? Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные. Добавляем на стол тарелку и сковородку. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку, там она лежит. А ведь на столе стояла. Может быть стоят предметы, готовые к использованию? Нет. Вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику вертикальные, горизонтальные, то сидение это новое свойство. Сидит она на попе. Вспоминаем китаянку. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять, но стоять она не может вовсе. Но если мы убьем бедную птичку и сделаем чучело, она будет на столе стоять. Может показаться, что сидение атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что пойди же пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы еще удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.